Всем привет и добро пожаловать в видеоотчет Голоснот за неделю 23-2023-го. Начинаю с сегодняшнего утра и не забывайте, что я живу в Австралии, поэтому просыпаюсь, когда у остального мира уже давным-давно день. Мы буквально видим массивную распродажу на новостях по Binance, а также из-за обвинений и штрафов от SEC. Но, что довольно интересно, мы это могли видеть в отчете, который выпустили ранее, перед этой распродажей, который показал нам структурные изменения, происходящие под землей, намекающие о рисках начала обращения капитала. Таким образом, ончейн данный является действительно мощным инструментом, так как мы видим изменение предпочтений активов. Например, мы видим изменение объемов торгов. Также мы видим изменение количества монет, которые поступают и уходят с бирж, баланс между стейблкоинами и основными активами. Но также мы с вами посмотрим на региональную дивергенцию, которая нам покажет образование регуляторного котелка на территории США. Таким образом, сегодня мы с вами сконцентрируемся на вращении капитала и то, как мы можем использовать ончейн данные для отслеживания предпочтений этих активов, а также попытаемся найти моменты изменения настроения перед тем, как все случится. Итак, за последние недели мы говорили о том, насколько на рынке все тихо. Мы с вами не видели значительного движения и наличия волатильности, что обычно предшествует значительным движениям. И вот произошло. Мы с вами наблюдали значительное движение, направленное как вниз, так и вверх, что говорит нам о наличии подводных течений. Поэтому, чтобы увидеть более крупную картину, мы с вами будем использовать ончейн данные. Так что во многих смыслах мы можем это использовать как фон. Но, конечно же, мы будем с вами искать изменения. Произошло отчетливое смещение и мы будем использовать наши графики, чтобы это понять. В рыночных предпочтениях произошли отчетливые смещения, особенно в первом квартале. И определенно, этот квартал был отличным от 2022. В рынке произошли три фазы и мы с вами посмотрим, как они эволюционировали, используя несколько разных графиков. Основной наш интерес будет сосредоточен на стейблкоинах, биткоинах и эфире. И главная причина, почему мы будем делать именно так, потому что основной объем капитала заходит и выходит из индустрии через них. Говоря в общем, вообще все поступает через две крупнейшие валюты. Два стейблкоина, на которые мы с вами будем обращать внимание. Так как через них мы буквально охватим 95% реальной стоимости всего рынка. И как всегда, не забудьте поставить под видео лайк, поделиться ссылкой. Это очень сильно помогает каналу привлекать больше людей. И конечно же, поделитесь своими мыслями в комментариях, так как в этот раз мы посмотрим на структурные крупные картины, формы того, что происходит под поверхностью. Поехали. И как всегда, мы начинаем с анализа цены. И что у нас здесь есть, и что я очень люблю делать, когда мы с вами смотрим на цену, так как это обычно бывает довольно скучным. Поэтому я покажу вам набор инструментов, которые мы используем в нашем воркбенче, с помощью которых мы визуализируем данные и используем с нашей командой аналитиков. Итак, у нас здесь цена биткоина с начала года. И я подготовил здесь для вас два разных ценовой графика. Здесь в красном я использую кумулятивную функцию максимума, а также функцию подмножества. И данная функция подмножества будет ограничивать данные после, то есть буквально с начала года, то есть с января 2023. Далее, что мы делаем, так это мы берем накопительный максимум, что по сути является историческим максимумом. То есть мы отслеживаем исторические максимумы за 2023, что составляет 30900. Что помимо этого я использую, и это довольно интересно, когда мы буквально берем инверсию этого значения, то есть мы переворачиваем ценовой график и пытаемся найти 30-дневное скользящее минимальное, что если его снова перевернуть, покажет нам 30-дневное скользящее максимальное. То есть, по сути, мы пытаемся определить 30-дневное минимальное значение. И что мы здесь видим, буквально по свече этого утра, мы провалились ниже этого уровня. И глядя на картину в целом, мы с вами можем увидеть, что после периода роста 30-дневного, мы вошли в период падения 30-дневного скользящего среднего. Конечно же, на это можно посмотреть с разных сторон с точки зрения технического анализа. Но если это визуализировать, то можно сказать, что конкретно эта свеча, вероятно, задала импульс на начало движения вниз. И более того, это просто интересный способ визуализации и использования инструментов, чтобы зафиксировать различные динамики. И наше путешествие по ончейн-данным мы начнем с рынка стейблкоинов. И как я упоминал в начале, мы с вами посмотрим на различные фазы этого рынка. Слева, по сути, с левой половины, у нас представлены все стейблкоины. Тизер в зеленом. USDC в синим. А также у нас есть DAI, BUSD. Это один из немногих, который также достиг довольно крупных масштабов. У нас есть DAI, TUSD. Но, по сути, мы их можем игнорировать, так как их объем крайне мал. Конечно, так может быть не всегда, но, по крайней мере, так есть сейчас. Итак, слева у нас представлена история развития стейблкоинов во время бычьего рынка. Мы видим, что, по сути, здесь было две фазы роста. В мае 2021-го было как бы завершение этого парболического роста и постепенного замедления. Но это было, включая коллапс Луна, которая, как мы знаем, вызвала огромное движение по ликвидациям. Так что во второй половине 2022-го мы с вами видим, что общий объем циркуляции стейблкоинов начал свое сокращение. Но с точки зрения общей структуры, изначально началось сокращение тизера. Начался его массовый выкуп, и часть этого объема ушло на USDC. Но в течение всего 2022-го и начала 2023-го, USDC один из немногих, который сокращается. А теперь USDT, мы видим, достиг исторического максимума. И здесь замешано много факторов, нету простого единственного ответа. Но можно сказать, что одно наблюдение, и говоря в целом, USDC являлся предпочтительным инструментом стейблкоинов для организаций, регулируемых в США. При этом тизер, с другой стороны, имел гораздо более распространение за пределами США. Так что же действительно поменялось за начало 2023-го? Для процентной ставки мы увидели самый крупный цикл поднятия. И если вы являетесь компанией, регулируемой в США, то эти стейблкоины вам не выплачивали бы никаких процентов. Но если вы за пределами США, то, вероятно, ваша валюта была бы более слабая, чем доллар США. Вот почему у вас также не было бы доступа к этому же рынку капитала. Таким образом, буквально образовалось перемещение капитала, вращение капитала в сторону тизера, так как компании, которые предпочитали USDC, исторически теперь получили доступ к этим 5% на локальном рынке, в то время как компании за рубежом имеют доступ к доллару и ликвидности гораздо меньше. И многие эти валюты испытывают сложности. Посмотрите на график австралийского доллара. Большинство времени ему нелегко. И по мере того, как вы отдаляетесь от США, все дальше от долларовой окружающей среды США, начинается рост предпочтений в сторону тизера по сравнению с местной валютой. Таким образом, образуется национальная или региональная дивергенция, которую мы более подробно изучим позже. И еще на один момент хочу обратить внимание. По сути, SEC признала BUSD как ценную бумагу, и Paxos больше не имеет права выпускать эту монету. Поэтому сейчас она находится в состоянии, когда ее можно только выкупать. А с новостями о Binance, вероятно, все это только будет ускоряться. И еще один способ для визуализации этого – посмотреть на 30-дневные изменения. Итак, данный график представляет себя агрегированный объем стейблкоинов. Слева мы с вами видим рост, а справа мы наблюдаем падение. А здесь мы с вами видим буквально изменения за 30-дневный период. Мы наблюдаем взрывной рост за весь май. А здесь мы видим 24 миллиарда долларов в месяц. Невероятные суммы поступают в рынок стейблкоинов. Это рост объема. При этом гораздо меньший рост происходил до момента краха луна, после чего мы перешли в режим оттока. Но помните, часть этого объема была вызвана выкупом BUSD. Часть USDC, пытающихся где-то найти лучшие процентные ставки. Частично это было смещено спросом тезера. Но в чистом объеме, используя и принимая во внимание все факторы, объем стейблкоинов наблюдал сокращение со скоростью примерно 1,3 миллиарда в месяц. Таким образом, мы можем сделать заключение о чистом оттоке капитала из индустрии. Также взгляните сюда для понимания масштаба происходящего. Это доминация тезера. Она упала до 44% после краха луна. А сейчас она полноценно вернулась обратно до 67%. Так что доминация тезера продолжает расти. USDC падает. И как я говорил ранее, похоже, что все происходит на уровне регионов, что мы с вами увидим на других графиках. И конкретно на этом. Итак, этот график представляет действительно интересную динамику. Он доступен для профессиональных подписчиков. Мы только что его выпустили. Ссылка на него будет в описании. Конкретно этот график и дэшборд называется изменением регионального объема. Так что, по сути, мы с вами будем смотреть на следующее. Мы используем всю трейдинг-активность. Так, графики ли это цены. Например, конкретно этот график смотрит на изменение балансов. А дальше мы с вами смотрим на все кошельки с биткоинами, проявлявшие активность во время торговых часов в США, проявляющие активность во время торговых часов в Азии, а также европейских часов. И корректируя эти данные по участникам, мы пытаемся построить кластеры, которые наиболее вероятно описывают компании США, те, которые наиболее вероятно принадлежат Азии, а также вероятно принадлежащие Европе. И используя эти данные, мы можем посмотреть не только на то, как объем поднимался или сокращался, а также на относительные доли от общего объема. У нас есть ограниченного размера пирог из биткоинов, имеющихся в обращении, и, и, соответственно, доля, принадлежащая к этим различным юрисдикциям. И основной вывод такой. США представлены синим. Также мы видим Азию, представленную красным, и Европу оранжевым. Основной вывод следующий. Давайте посмотрим на правую часть. Мы видим, что Штаты были самым основным покупателем. Они взращивают свою долю значительно в течение всего 2020 и 2021. Но помните, когда первый раз Майкл Селлер и Майкл Стратеджи сообщили о своей покупке, у нас образовался ковидный коллапс. Менялась денежная политика. А всем только предстояло узнать новый мир, в котором мы теперь живем. И это все действительно отработало. Общие темпы роста доминирования действительно начали замедляться. По мере событий Луна и Three Arrows Capital. Особенно после событий с FTX. Заметьте, как доминирование США буквально коллапсировало, а скорость падения лишь ускорялась. Что было скомпенсировано в основном трейдерами из азиатского и тихоокеанского регионов. И что мы здесь с вами наблюдаем, так это то, что доминирование США объема биткоина сокращалось в таком же объеме, примерно на 11%. По сравнению с тем, что было буквально один год назад. Что касается Европы, то 9,9% из 11% также ушло в азиатско-тихоокеанский регион. А сейчас доля Европы увеличилась на 1%. Таким образом, это очень похоже на западно-восточное перетекание общего глобального доминирования. И опять же, это как бы нам говорит, что если вы не можете получить доступ к 5% ставок в США, используя малорисковые казначейские активы в каких-либо еще частях света. Ведь многим частям мира не настолько повезло иметь стабильную валюту, чтобы иметь рынки процентных ставок и рынки капитала, имея к ним доступ. Поэтому у нас и образуется региональная дивергенция. Также у нас есть регуляторное давление, возрастающее в этом враждебном окружении в Соединенных Штатах, то также, вероятно, будет отражено в данных графиках. Так что множество факторов, но, говоря в целом, это нам показывает направление общего потока средств, а также кто прирастает в своей доле, а кто ее теряет. Хорошо. Итак, возвращаемся к оригинальному концепту, зовем его целым оригинальным концептом, одним набором информации. Второе, на что я хочу посмотреть, в какой-то степени похоже на объем в обращении стейблкоинов. Я говорил вначале, что у нас с вами есть биткоин, есть эфир и есть стейблкоины. И они являются основными входными и выходными точками для пространства цифровых активов. Через них движется основной капитал. Но когда мы с вами смотрим на капитализацию рынка, то справедливо ли использовать и монеты Сатоши? Пожалуй, нет. А справедливо ли использовать монеты эфира с момента ICO, которые никогда не двигались с того времени? Вероятно, нет. Если монеты задвигались, то в этот момент мы получаем реализованную стоимость. То есть реализованная капитализация – это как бы подход к решению, скорректированный на ликвидность. Таким образом, этот график показывает нам красным общий объем между биткоином, эфиром и стейблкоинами. То есть реализованные капиталы объемов стейблкоинов, биткоина и эфира. То есть пытаясь оценить истинную рыночную ликвидность с помощью этих топовых активов. И глядя на картину крупную, мы можем увидеть очень похожий паттерн, который видели у стейблкоинов. Также можно сказать, что мы как бы движемся в боковике. Но основной вывод в том, что мы не наблюдали значительный приток капитала в 2023 за исключением факта того, что выросли цены. Так что в целом он не отрицательный. Хотя он был однозначно отрицательным в конце 2022. Сейчас же мы как бы не спеша постепенно растем. Так что определенно можно сказать, что это вызвано ростом цен. При этом определенно это не яростный бычий рынок, который мы наблюдали ранее. То есть капитал немного поступает, при этом имеющий рядом стоящую сноску. Но давайте посмотрим на это в деталях. Теперь возникает основной вопрос. Насколько это было вызвано биткоином, эфиром или стейблкоинами? И для этого нам данный график показывает то, насколько менялись данные за 30 дней. То есть 30-дневное изменение реализованного капитала, что показывает нам действительно, куда утекает капитал. Довольно интересно, что возвращаясь к бычьему рынку, посмотрите, что происходило с биткоином. Сначала капитал поступал в биткоин. Затем мы видим волну эфира, которая следовала за этим. Аналогично и со вторым ралли. Не забывайте, что пока здесь мы еще с вами не в полноценном режиме бычьего рынка. Биткоин впереди, эфир догоняет. Мы с вами наблюдаем вращение капитала и периоды времени, когда капитал в биткоине начинает падать, после чего мы наблюдаем ротацию в сторону эфира. Но также мы здесь видим на заднем фоне и стейблкоины. И очевидно, что активы в стейблкоинах гораздо меньше, чем в этих активах. При этом мы наблюдаем отток капитала из стейблкоинов. Давайте увеличим до одного года, чтобы посмотреть на картину происходящего. У стейблкоинов продолжается стабильный отток капитала в размере одного, одного и одного десятого миллиарда. Биткоин продолжает лидерство по притоку капитала. Эфир следует за ним, но при этом оба эти актива, хоть и сохраняют позитивный баланс, но не имеют кричащего роста. Мы видим небольшое падение, замедление, аналогичный тип происходящего и направленного импульса. Это кое-что, о чем надо помнить. Очевидно, во второй половине 2022 года происходил чистый отток с переходом в режим чистого поступления. При этом он все еще очень мягкий. Это кое-что, о чем нужно помнить, и давайте продолжим наше исследование. И этот график действительно очень интересный. Мы с вами получили оценку примерного понимания притока и оттока капитала. Но говоря в целом, биржи оставляются основной частью рынка. Они удерживают огромную пропорцию трейдинга, в то время как DeFi и аналогичные развивающиеся вещи проигрывают доминированию центральных бирж с точки зрения общего движения средств. И вот этот график показывает нам очень-очень простую модель. Она не идеальна, но предоставляет нам разумное понимание. Обычно, когда люди отправляют биткоин или эфир на биржи, то маловероятно. Да, иногда некоторые отправляют это в виде залога, некоторые не обязательно продают свои монеты. Но обычно, когда монеты отправляются на биржу, например, биткоин или эфир, вероятность продажи большая. Мы будем предполагать, что это образует давление продавца. Наоборот, когда кто-то решает отправить стейблкоина на биржу из своего кошелька, мы образуем общее предположение, что это будет давлением покупателя. И что мы сделаем? А сравним чистое взаимоотношение этих двух показателей. Если миллиард долларов биткоина и эфира, мы их объединим, мне все равно какая из этих активов превалирующая. Но если миллиард долларов основных валют приходят на биржу и полтора миллиарда стейблкоинов поступает на биржу, то этот график позеленеет на половину миллиарда из-за превалирования покупателя. Наоборот, если полтора миллиарда биткоина и эфира поступят на биржу и только один миллиард в стейблкоинах, то у нас образуется полмиллиарда со стороны продавца. Поэтому, что мы здесь с вами можем наблюдать, это очень интересно и не интуитивно, о чем могут подумать многие. Так это образование значительного давления продавца во время бычьего рынка. Естественно, это буквально тогда, когда люди забирают прибыли. И вот почему образуется баланс на вершине рынка, так как не хватает покупателей продолжать движение вверх. Таким образом, образуется чистое давление продавца во время бычьего рынка. У нас был переходный период во время ситуации с луна, а после ситуации с луна произошла вспышка покупателя. После распродажи люди подумали, что это дно. На самом деле, это не оказалось дном и люди, так как последовало новое дно. Поэтому можно предположить, что во второй половине 2022-го был в какой-то степени расколбас на рынке. Не было понятно то, что происходит, многих ликвидировало, а потом произошел FTX. И хоть до этого было небольшое давление покупателя, то после этого продавец буквально разразился. На бирже поступали стейблкоины, а биткоин и эфир выводились. И мы это обсуждали на момент происхождения. И как вы видите, это происходило полностью до конца первого квартала 2023-го. Теперь давайте укрупнимся до одного года. Кое-что поменялось. Сейчас мы находимся на крупной территории продавца и определенно не на территории покупателя. И заметьте, когда конкретно этот график перевернулся, у нас образовалась локальная вершина в 30 тысяч. Таким образом, у нас произошло изменение режима. Это буквально, посмотрите, это недельный график. На это следует обратить внимание. Как только это начинает происходить, и мы разгоняемся в одном из этих направлений, то помните, это упрощенная модель, построенная на предположениях. Но смотрите, у нас наблюдается вращение капитала. И главное, куда мы смотрим, так это на изменение структуры. Абсолютные значения этих величин не настолько важны по сравнению с тем, насколько эта ситуация отличается от этой. У нас произошел сдвиг, и на это следует обращать внимание. И последний набор графиков, с учетом всех контекстов, которые мы обсудили, говорит нам об неопределенности, имеющихся рисков, в некоторой степени нервничающем капитале, ликвидность падает, трейдинговый объем падает. Таким образом, как бы риски сокращаются. Мы видим целый набор различных вещей. Но что обычно происходит во время безрисковых событий? Мы видим движение капитала в направлении меньшего риска. Мы не наблюдаем продолжительные активы и высокоспекулятивные розовые акции, а также сверхрисковые токены. Они обычно не показывают результатов. В итоге капитал движется к мегакомпаниям, или по крайней мере к более кровным. Это обычный подход. И что нам показывает этот график? Давайте возьмем полностью весь приток и отток, и сравним с тем, сколько здесь биткоинов по сравнению с эфиром. По сути, доминацию между этими двумя активами. И попытаемся достичь понимания масштаба, что такое аппетит к риску. Итак, даунтренд и низкие значения означают аппетит к риску для эфира. И в целом, когда образуется у эфира риск к аппетиту, то объемы покидают кривую риска. С другой стороны, аптренд и высокие значения означают то, что доминация биткоина экстремально высока. И мы, по сути, видели с момента исторического максимума в октябре 2021-го, у нас был чистый, постоянный аптренд для доминации биткоина. Вы можете увидеть, что у нас образовался значительный вскачок в 73% на этой свече. То есть крупный объем капитала перетекал между биткоином и эфиром. И в этот момент он происходил в сторону биткоина. И эти значительные покупки как бы представляли безрисковый настрой. Но помните из графиков, которые мы ранее видели, капитал также перетекал в сторону из стейблкоинов. То есть в этом миксе присутствуют три крупных актива. Но сейчас мы наблюдаем в большей степени рост этой кривой рисков. И последнее, на что мы с вами посмотрим, чтобы во всем этом разобраться. А также, чтобы убедиться, что в данных ончейн и информации на фьючерсах мы обычно стремимся видеть целостную и последовательную картину. По крайней мере, на моем опыте складываются последовательные истории между этими активами, так как трейдер изъявляет свой взгляд на рынках фьючерсов, опционов, ончейн, на децентрализованных биржах. И говоря в целом, общая картина выглядит достаточно целостно. Но давайте посмотрим сюда. Мы здесь с вами видим, между биткоином и эфиром у нас есть все объемы на фьючерсах. Но какая часть доминации представлена биткоином, а какая часть представлена эфиром? Примечательно то, что в течение всего 2021 и 2022 у нас соблюдался паритет. Что значит, у трейдеров было достаточно глубины в ликвидности для торговли биткоином и эфиром, независимо от их стратегий. Они могли открывать короткие позиции в биткоине, длинные позиции в эфире или короткие в эфире и длинные в биткоине, пытаясь хеджировать свои риски, независимо от своих позиций. И для торговли на обоих активах им хватало ликвидности. Но по мере наступления 2023, и как мы также упоминали в начале, враждебность окружающей среды возрастала из-за действия регуляторов, а маркетмейкеры покидали территорию. При этом ликвидность и объемы торговли сокращались. Мировая экономика переживает сложные времена. И мы видим, как доминация биткоина достигла 50%, или паритета достигая 65%, а доминация эфира упала до 35%. Таким образом, мы с вами наблюдаем эту происходящую миграцию. И не забывайте, что данный тренд довольно молод, это всего лишь первый квартал. Помните, что такие события могут длиться годами. Поэтому нам необходимо дождаться формирования тренда через множество фаз текущего рынка. А сейчас лишь он нам подсказывает об образовании безрисковой среды, по крайней мере, на ранней стадии по сравнению с тем, что мы наблюдали в первом квартале. Не забывайте об этом, по крайней мере, думая в контексте всех имеющихся различных контекстов рынка. И перед завершением я хочу вам напомнить, что большинство графиков, которые мы с вами посмотрели, вы сможете найти на дэшборде обращения капитала в секции рынков в составе студии. Мы с вами обсудили многие из этих инструментов, включая доминацию по стеблкоинам, притоки и оттоки с бирж, сравнивая крупнейшие активы с стеблкоинами. Посмотрели на стороны покупателя, а также продавца. Поэтому этот дэшборд является мощным инструментом, который позволяет нам посмотреть на то, как поступают и уходят деньги циклично между биткоином и фиром, стеблкоинами и что это значит для рисков. И даже лично мне этот дэшборд очень нравится, поэтому я использую его на регулярной основе. Я хочу обратить ваше внимание на это еще раз, перед тем, как мы закроем нашу сессию. Ссылку вы найдете в описании. Как всегда, друзья, благодарен вам за просмотр. Надеюсь, вам информация была полезна и интересна. Этот подход позволяет нам посмотреть на ландшафт с высоты 3 км, получить макрокартину, используя on-chain и off-chain данные, совместить все части пазла совместно, для того, чтобы получить довольно основательное и целостное понимание того, что происходит, и определенно получить объективную картину. Первый квартал был довольно мощным периодом, а сейчас мы с вами наблюдаем объективно смещение данного режима, что мы можем увидеть, используя набор данных инструментов, а также для определения того, как это будет развиваться во времени. В любом случае, я рад, что вы были с нами, надеюсь, вам понравилось, а если есть вопросы, пишите их в комментарии. Увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»